Маша, ну ты это пьемушечку? Слушай, а кстати видно, да, что у меня накололи. Так, здрасте, дорогие друзья. На крыс ты к маме пришла? Мам, ты по мне соскучилась за неделю-то? Да, еще. Это не надо. Домашняя еда. Всем привет. Так, приди. Рыбу по стандарту. Ты когда пока ела, что рыбу ела, расскажи. Не, я только рыбу-то ела. Ну когда ты ее ела, последний раз. Ну рыба по стандарту. Ну да, мы по стандарту. А этот? Мне нужно знать, что? Мне нужно палку селфи. Или как это называется? Селфи-палка же, правильно, для телефона? Или что? На что ставить? Чтоб стояло. Чтоб стоял телефон. Вот сейчас не покушаешь, и тебе сразу станет это. Маш, ты была в Дубае была? Берем здесь почти была. Ну, ставь. Машу восьмиструацию сейчас после болезни скоро. Да, ну так, с переменным успехом. Моя беременная, знаешь, нет, не знаю, честно. У меня, я не смотрю, там два не включая вообще. Мне уже похер. Что происходит там? Ну некуда. Кто беременна, изо всех рада. О, Вадим пришел. Вадим, 8 марта я буду играть, да, у тебя? Добавляем эфир. Гриша, не полный на связи. Гриша, а когда у нас с тобой батл? Не поняла, я тебя добавляю. Давай. Который мой батл должны были делать. Выше делай, чтобы зарядить телефон, можно было бы вставить. Нет, Маша, это не начать. Привет, Маша. Слушай, я не понимаю, а когда у нас с тобой батл? Это что, откуда-то пропал? Так вот, я тут что и добавляюсь. Во-первых, хотел, всем привет. Хотел спросить. Интересно, ребята, вам интересно посмотреть на наш совместный батл вот с этой девочкой Маруськой, Марийкой, Машкой? Ну, естественно, я тебя боюсь. Мне кажется, ты такой ошибленный. Я проиграю. Да нет, я... Ну, конечно, проиграешь, но я буду поддаваться. Да нет, ну, конечно, проиграешь. Но я буду стараться поддаваться до всех сил. А ты в чем там сидишь? Покажись. Голенький. Ты голый вообще абсолютно? Смотри, какой он. Слушай, мы в трусах, в трусах. А, ну ладно, в трусах это можно. А я вот перед ноутбуком. А то я стесняюсь. Мам, что ты... А что такое? Что ты показал нам? А, идешь? А, идет. Так что, ребят, ставьте, ставьте плюсики, ставьте плюсики. Будет вам интересен нам батл. Смотри-ка. Ну, слушай, ты мне какие-нибудь задания придумаешь? Я боюсь тебя. И да, и, блин, кстати, прям пишите, жесть, хотите вы или нет, жесть. Хотите или нет. Смотри, что у меня от последнего батла. Я подошла от человека обнять, а он меня как шибанет, и у меня вот, у меня огромный синяк здесь. Все хотят батл! Ну, потому что они хотят увидеть, как я проиграю. Конечно. Ну, да, да. Так, а на что мы будем спорить? На что, спорим? Ну, на сколько? Ну, давай. На сколько вы с Терешиной спорили? Ой, ну, мы на 100. На 100? Нет, давай на 50. Давай на 50. Давай на полтышок, да, на полтышок. Да, давай на 50, все, ладно. А когда мы стартуем? Так, ну, смотри, когда? Когда, когда? Давай 20-го числа. Нет, не можешь. На 20-го премия человек года. 23-го тебе и 24-го, все занято. А, у тебя все занято, да, мама говорит? Да, вот мамка здесь тоже. Маме, матушке твоей привет тоже. Как у вас погода-то? Ты у нас парень, жарко тебе, жарко, да? А я, да, я же Сибирь, Красноярска. Я снегу, снегу парюсь. Парюсь в снегу. То есть это зубы потерял? Ну, это вот, я тоже там, я веду Ютуб, Ютуб, и на Ютубе там потерял. Брови, брови, брови только-только отрасли. Подожди, а что случилось? Почему ты их потерял? Да это образ такой, Маша, это образ такой. Чтоб запомнили. Поняла. И все. Ладно, Зая, давай. Люблю, целую, все. Давай, Машутка, давай. Ну, ты тогда напиши сама уже, когда у меня... В вас сам напишу. Давай, давай. Я, правда, сейчас... Все. Все, всех убрали. Это Олин, он хороший пацан очень. Очень позитивный, понимаете? Маша, почему бы я не поняла немножко? Поешь, пожалуйста, дочь. С зубами, что ли? Кто-то не знает. Ой. Привет всем, привет. Мам, а у нас только... Это все заканчивается и больше нет, да, уже? Чего? Ну, соус такого. Ну, а это еще есть же? Ну, уже нет. А ты поздоровалась со всеми, нет? Нет. Я сегодня уже там область. Всем привет. Мам, что ты как черепаха-ниндзя сидишь, а? Я как человек невидимка, ты не ешь от жены у тебя. Снимай свою маску, нахрен. Нет, конечно. Я не боюсь заболеть. Ты не боишься, но это не должно совершенно. Это просто не все. Чем ты хрустишь? А? Чем это хрустишь? На зубах. А че это? Это зубы смыкаются, разжимаются и хрустят. Да ладно. Да. Челюсти, что ли, так? Да. Так звонко? Да. Кошелый. Почему? Они терпят. Мам, слушай, посмотри, мне видно папу на лице? Шерстики немножко. Да? Их очень хорошо видно. Так, как ваше самочувствие, мам Оля? Да прекрасно, она счастлива. Мама, ты поела рыбу сама? Я не хочу рыбу. А что ты ела? Я ела суп с фрикадельками, ела щи, ела малиновый чай, пью все время. Малиновое вино. А лучше вино. Это кто знает, что лучше? Когда болели... Вот, все говорят, чай с имбиром надо. А, у меня есть! На живот заболеть от него. У меня заболели? От имбиря мне всегда болит. Вот потому что жёсткий. А если немножко пласть? Немножко надо. Вот, все говорят, переболели. Все переболели. Ну вот и я. Девочки, вы красотки. Ну вообще, да. Мне кажется, мы очень красивые с мамой. Но маму красивее, чем я. Ой, Маш, молодость, никакую молодость не переплинишь ничем. Куда поедешь в отпуск в следующий раз? Ой. Я говорю, не загадывай, сейчас никуда нельзя. Вон, в Турции опять слышала? Такой что? Опять. Что? Вон, чё-то напряжёнка у нас. Ой, знаете, что я хотела вам сказать? Значит, была я на премии? Алисо. Ко мне подходит какая-то женщина. Ой, Израя, ты мне в эфир писал? Где ты? Кто? Это мой друг. Ты что? Одесса, я познакомлю. Кто подходит к тебе? Знаете, я не вижу. Кто подходит? Короче, подходит ко мне на премии женщина. Да. На Алисо. Очень неприятная. Говорит, я тоже хочу Галитвейн. Ой, как я хочу. Так, а кто такой Джанни? 1-9-8-9. Я говорю, тоже была эта премия. Тоже была? Маш, ну что, подходит эта женщина. Да. В чем одета была? В красном. В очках. А, я говорю, я сильно покажу. Говорит, я администратор отеля типа. И я думаю, блин, как это у меня неприятно пахнет. Да, да, я помню. Но я все равно вежливая, все. Вот. Я показала. Сфотографировалась? Да. Сфотографировалась. Что-то ей там ответила. Она про меня сейчас такой пост настрочила. Ой, господи. Думаю, какие люди все-таки. Ну, ей пиариться надо. О, вот. Гусейнов 027. Он шикарный. Машенька, ей надо пиариться. Раз она гостиничный бизнес ведет. Да, она ничего не ведет. Просто наврала? Ну, просто наврала. А я помню, женщина какая-то там была, такая полная. Да? Да. А-а. Я был в качестве фан или друга Сары Окс. А кто такая Сара Окс? Блин, прости меня, я не знаю. Вот если у меня показать, я всех увижу. Нет, нижние я тоже нарастила. Это сейчас новая тенденция. Маша, как ты думаешь? Так, что? Я не думаю. Я все-таки хочу изликнуть провести. Нет! Кабачкова. Ты нормально? Прямо сейчас я. Секунду, у меня палец болит. Сказала, я прямо сейчас, я помыслу. Нет! Я дам ее. Да, дам ее. Нельзя никого травить. Я уже ела ее, я праздничала. Прямо сейчас. Сказала, ты страшно, как ели. Прямо сейчас. Ты хорошо. Я не помню. Ты помрешь. Почему? Я тебе сказала, я прямо сейчас тебе не дамы. Да, хорошо. Я положу в холодильник. Пока. Я тебе не дам ее есть. Хорошо. Потому что я от нее отравилась. Ну и ты думаешь. Я не думаю, я знаю, что я от нее отравилась. Так, все, здрасте. Вот, постандарилась мамой. Маша, тебе без макияжа ресницы красивее намного. Ну, я, может, и красивая, но рисковать не стоит лишний раз. А, поняла. Привет, я красотка. Что в Турции? А что в Турции случилось, мам? А что-то я какой-то смотрел все дни новости, что-то там. Я еще расстроилась, думала. Мам, ты знаешь, я все-таки вынесу телевизор из дома. Я тебе клянусь. Вот как не звонок ты, дочь, все, коронавирус поглощает мин. Значит, следующий звонок. Представляешь, он выбросился из окна вместе с семьей. Третий звонок. А мужик оставил двое детей в аэропорту. Ну, вот тебе надо выбросить телевизор. Нет, если выбросить телевизор, я просто умру. Это моя жизнь. Я тоже общаюсь, как говорится, и смотрю. Мам, если бы у тебя не было телевизора, ты бы давно вышла замуж. Мне, я не хочу замуж выходить. А надо. А я не хочу. А надо. Ну, тебе надо, ты выходи. Нет, ну, это понятно. Ну, и все, мне не надо. Надо. Нет. Я не собираюсь. Какой-то мужчина сидит, и он несчастный, потому что рядом с ним нет тебя. То есть ты готова кого-то сделать несчастным. Это же, ты, это эгоистичная позиция. Хорошо, хорошо. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, а что все смеются? Я, по-моему, говорю очень серьезно. О, нет. Шкура – это самое вкусное. Ну, ты не ешь ее. Она жареная очень. Что ты колешь в лоб? Как, ну что? Ботокс, чтобы стоял. Какая-то геонуронка. Маша, правда, что девушка Влада Кадоня раньше была мальчиком? Не знаю. Ну, если это Влада не смущает, то хоть кем она была. Под динозавром. А что, правда, да? У Влада вкус очень такой, привередливый. Вот, поэтому дай Бог, чтобы ему кто-то понравился. Потому что я ничего не вижу. Господи, Маша, вы такая уже взрослая, но как дитё. Конечно. А вот это самое, вот самое хорошее, когда в человеке, несмотря на возраст, остаётся детская непосредственность, детские реакции, вера в сказку, в любовь, в чудо, вообще во всё. Что там, кто там? Да никто просто. Да уж. Мне очень много пишут всё время. Что? Ну, люди какие-то пишут, чтобы... Чтобы что? Господи, я себе не могу собрать. Соберите, помогите. Ой, Мацю, лопочка. Переспала бы с Кадоней с должностями. Нет. Ой. Это особенно с должностями. Эти мужчины не в моём вкусе. Кадоней с должностями. Мамоль, я ничего не слышу, зачем ты включился в эфир, и там опять я. Я хочу смотреть, что пишут тебе. Ты издеваешься, что ли, мам? Всё, я выключила. Надо было знать. Маш, ну ты потерпели, видно. Вот здесь метр купила. Ой, я, по-моему, в инсте указывала, где его купили. Два. Розовый и белый. Вот правильно пишет тебе, Оленька. Пошутишь, говорит, Маша, и настроение. Ты помирилась с Лизой? Нет, конечно. Давай выпьем по пятьдесят. Пятьдесят мало. Неси сто. Пятьдесят, это чё? Только проглотить и не понять. Поняла? Ну, не наелась. Супчик даешь. Да ты голодная целый день была на своих этих съёмках. Ты чё, не съела где-нибудь? Нет. Ну, тогда ещё вверх. Ты мне не дала. Да я просто подумала, что это... Так, а чем сейчас Верн занимается? Не в курсе? Не знаю. Говорят, немножко лёгодом. Потом сказали, что просто ушёл. Может, да. Ни с кем у меня конфликта нет. Лиза решила со мной не общаться, а я не навязываюсь. Понимаете? Маша, но я бы на твоём месте больше с ней и не общалась никогда. Замуж за меня выйдешь, а кто ты? Сынок, ты кто? Надо посмотреть. Я не могу так уж. Я же, ну, мне же всё-таки не последний шанс, чтобы так вслепую-то выходить. Ты чё так плакала в магазине спар? Спар? Когда я так была? Плакала? Я никогда не плачу. Ну, нет, с лаком, может быть, но я давно была. А, ну, вообще бы могла. Да я по любому поводу могу слезу пустить выше. Я такой человек. Написано, с Мэри общаешься? Лечи панические атаки два месяца. Их не надо лечить. Тебя залетят этими грёбанными таблетками, а они всё равно тебе не помогут. Нужно просто понять, что это всё херня. Это выдумка. И когда ты понимаешь, что это выдумка, ты перестанешь её бояться. С тобой ничего не случится. Ты не помрёшь, ты не задохнёшься. Ну, что ты так боишься за свою жизнь? Ты лучше подумай о том, кто с тобой рядом. Понимаешь, панические атаки у людей, которые слишком любят себя. О, Макс пришёл. Это очень журналист. Макс! Сергей! Привет, любимая. Таня сейчас передадут что-то в эфире. Вот. Таблетки убирают приступ. Да херня эти твои таблетки. Это не таблетки убирают приступ. А ты думаешь, что ты выпила, и у тебя всё прошло. Это всё самовнушение. Макс! Два встречи, встречаемся на премии. У нас всё хорошо, родная. Замечательно. Мэль сказала, что ты не подруга, а приятельница. Ну, правильно. Тоже хорошо. Подруга-то. Это слишком громкое слово. Поэтому всё хорошо. Нужно называть вещи своими именами, чтобы не было, как говорится, несустыковых в голове. Что маме подаришь? Мне ничего не надо. Абсолютно. Боюсь, что ничего. У меня всё есть. Знаете, лучше в течение всей жизни делать что-то приятное каждый день, чем один раз в год вспоминать, что мать есть. Ну, это смешно. Маша, мама твоя беременна? Да. Это беременная? Да, конечно. Маша. Что-то поздновато такое. Ну как, ну и что, вот в любом возрасте же. Ну да, спасибо. Пусть ждут. Заходите к Машу каждый день в эфир, пишите, спрашивайте. Будем мы в течение беременности освещать. Кишинёв ждём в гости. Спасибо. Спасибо. У вас там, говорит, это молдавское вино, роскошное в Кишинёв, да? Это у меня тоже? В Молдавии? В Кишинёв. Да, это столица Молдавии. Ну вот, видите, какая умная. А то думала не то, чем спиздано, и всё. Так, привет. Всем привет, дорогие друзья. Здрасте. Денис, мы 20-го на премию. Я боюсь. Ну чего ты боишься опять, дочь? Пусть вы ходите на улицу. Мама умничка, да. Маша, ты на дом 2 хочешь? Вы знаете, я такой человек. Всё, что я хочу, у меня в жизни сразу случается. Ну, я думаю, что, если бы я хотела, я бы там была. А я там уже была. Кошмар. Как можно материться перед мамой? Ну, Людочка, ты пойми. Есть много детей, которые ходят и в секрете от родителей принимают кокаин. А у нас такие отношения доверительные. Я могу и рвнуться, и рассказать, что у меня в жизни происходит, и с кем я переспала или не переспала. Поэтому всё хорошо. До сегодня вы и так ругались матом в комедии «Клабы». Ну что теперь? Да, конечно, что теперь. Иржавск, привет. Я была там на гастроле. Люблю женатого. Парни так много холостые. Маш, что ж тебе хрустит, а? Ну-ка, ты. А там ничего сейчас нет, Артур? Рыба. Ну-ка, без рыбы водила я так. Маш, что же ты у тебя чёпкает там, а? Ты курил при маме? Курил, конечно. Маш, а мама от кого беременна? Ну, у неё есть друг из Австралии. Ну, Маш, сколько раз говорит, из Аргентины? А, из Аргентины, простите. Звук плохой. Бля, да потому что я того подключала, чувака. Всё по пизде пошло. А вас женаты любят? У вас своя квартира и съёмная. Да вы думайте, как хотите, потому что, как бы, я считаю, что мы здесь все гости временные, и своего ничего нет. Мама Эка сделала. Да, все деньги собирали, вот, чтобы она родила третьего ребёнка. Она всегда мечтала третьего. Что ты ешь так с аппетитом? Рыба. И супчик с репетитом. Как думаешь, зачем парень со мной встречается, дает цветы, но говорит, что любит свою девушку, с которой живёт ещё со школы? Я думаю, он хочет себя выебить. Или у вас тоже было? Вот. Хорошо, когда можешь с мамой во всём поговорить. Конечно, хорошо. Всех вам благ. Вот это взаимно. Манечка, улыбнись. Я не могу, рожа болит от уколов. Куда делал старый телефон? Подарила. Дано. День рождения у тети Оли когда? 24 февраля. Маша, как ты думаешь, клин-клином вышибается? Вначале привести мысли в порядок. Дочь, конечно, нужно иметь много мужчин и как можно быстрее. Поэтому мысли приведёшь в порядок в постель с другим. Время не теряй. Симферополь, привет. Пипец, взрослый человек. Ну и курила при маме. И что, 14? Да, конечно. Вообще всё шикарно. Район какой. Самый лучший. Вы прелесть. Согласна. Так сходитесь и живёте, так сходитесь и живите, если любите. Кто-то там глаза выросла. Здрасте, дорогие друзья. Рожа горит, пипец. Как бросила курить? Голова кружилась, сознание теряло и решила, что всё. Хватит. Мама, береги. Да, конечно, берегу. Как не беречь? Все мужики изменяют. Ну, что? Конечно, надо уже к этому привыкнуть. Но не все. Что-то мама переехала. Ну, я взрослая, пора жить отдельно. Сколько можно пищу мять? Кто победил в батле? Я. Я. Это губы, конечно, но у меня большоватые. Когда так делаю. А. Ты близко, а не целуй людей. Сколько весишь? До 62, мама? Сколько грамм волос? Чем больше, тем лучше. Ты когда-нибудь пересыпала с парнем с небритыми ногами? Макс, чё, любимая? Ты, чёрт, недоволен? Слушайте, мне вообще нравятся мужчины волосатые. На скрипке. Да, будем, Макс. Будем открывать. Давай, открою. Да, да, я тебе говорю. Я хочу открыть, как раз у меня есть прикольный такой трэп, который я играл в Кропус Сити, такой авторский. А, морякона хочешь? Может, привет. А, ну, нужно же, этот, к нему. Нужно же аккомпанемент к нему, минусовку. Ну, найди. Так, Зая, давай, я подумаю, Макс. И тогда либо это, либо то, что я играю. Я народ уже собрала, очень много, кстати. Мне нужно два стола. А, ты бы вышла замуж за мужчину старше себя, лет на 15. Привет, морякона. Ну, если хочешь, Макс, твое слово закон. Я тебя люблю, ты сам знаешь. Ты обещала, да. Так, что-то я не спросила, это вопрос опять идиотский. Ты бы вышла замуж за мужчину старше на 15. Еще я люблю помоложе себя. Вот, рост какой? Метр шестьдесят восемь. Скоро афиши. Макс, я уже... Макс, я уже сказала, ждать твои афиши. Вот реально. Я всех приглашаю. Говорю, где афиши? Я говорю, ну, поверьте на слово. Поверьте на слово. Макс, это блок-магазин-журнал. Самый крутой. Макс и Таня. Да. Это офигенные люди, которые устраивают самые крутые премии. А, все, Макс. Тогда мне, пожалуйста, так, чтобы человек 10 уместилось, ладно? С кем живешь? Я живу с любовью. Со своей. Сегодня сами опубликуем. Завтра ты опубликуешь. Наглые какие. Вы первые, да? Ну ладно. Я даю вам первенство. Она уже готова. Калининград в гости приезжайте. Есть все трудовая книжка? Да у меня это трудовая книжка с трех лет, дорогие друзья. Два образования. Аспирантура. Я настолько умна, что вообще. Это же куда? Этот ум светится уже на лбу. Видите, блестит как. Все, блестит прям? Конечно. Смотри, смотри. Где ты берешь деньги на хорошую жизнь? Слушайте, вы думаете, что для того, чтобы хорошо жить, нужно иметь много денег, в принципе? Это очень примитивная позиция. Вы поймите. Можно иметь много денег, но при этом внутри быть глубоко несчастным. А можно не иметь много денег, но быть свободным в своих пожеланиях, предпочтениях и всем остальном. Но у меня все есть. Вы понимаете, я счастливый человек очень. Все потому, что я прошла марафоны. Слушайте, анекдот хороший один рассказывает. Я сегодня увидела маску с нами, я сказала, маску с нами! Вова! Маша, зачем ты? Ну ладно, ну ладно. Не хочу. Не хочу. Ну я Вова же, да? Ну не хочу. Я обрадовалась, что никто не скажет. Я не узнала тебя в маске. Я подумала, что жаль. Ну пожалуйста, скажи. Ну сейчас люди уйдут из эферы. Я не могу, когда ты мне орешь на ухо. Ну не могу, знаешь. Мне припухо слова, твои страха. Зачем так? Заран? Зачем? На ухо. Ну зачем? Ну ладно, расскажу. Слушайте, дочка говорит на момент. Мама, правда, что наша прабабушка родила нашу бабушку? Да. А бабушка родила тебя, мама? Да. А ты родила меня? Да, доченька. Она говорит, так что же, мы получается матрешки, что ли? Маш, ну ты что ушла? Че ушли? Мофе не надо на ночь. Ой, Господи, копья на ночь. Кто пьет копья на ночь? Видите, я боюсь ее заразить, сижу в маске. Сейчас, почему, смотрю, что вы пишете. Да, ничего не видно. Да она не кричала на меня. Она крикнула Гобу. Она же не на меня кричала. Дальше супер, правильно. Ну просто у меня получилось, что у меня ухо здесь было, и она крикнула Гоба, Гоба, а я уже тут сидела. Ну вот, а Макс улыбается. Правильно, вот вы знаете, вот его жена, Татьяна Скаковская, сказала, что нужно вести себя и не сдерживать свои эмоции. Если все время всех себе сдерживать и вести так, как хотят другие, ну что их получит, это неправильно. Все, мы вместе пойдем. Маш, не ругайся, правда. Ну, нельзя. Надо вести себя, вот как душа бросит. И потом, кто установил какие-то правила, вот как это там, какая-то, Маша говорит, актриса, или кто там это, в красном платье. Ну, никто не знает, как нужно себя вести. Кто установил эти правила? Понятно, что серости в жизни больше, чем талантливых каких-то выдающихся людей. Ну, поэтому надо людям таким все прощать. Но не все. Ну, не все. Ну, какой-то... Да что, тоже. Ну, все, это перебор. Да, опять, вы пишите, орет на мать. Она не на меня, она крикнула, Вова, Вова, вы что, не слышали? Ну, что вот зря говорить. Она крикнула Вовочку, а не меня. Не нужно меня защищать. Я в этом не нуждаюсь. Почему? Потому что я звезда. Я болею, мне спрашивают. Она на дорогу, она в образе. Я болею, Риберта, просто болею очень. И у меня слабость, и кости болят все сразу. Нельзя болеть. Все. Что думаешь о материальном капитале за первого ребенка? Честно. Очень хорошо. Вова молодец. Владимир Владимирович, это звезда. Тяжело было у вами шевелить очень. Но на внешний эффект рассчитано было, чтобы... Ты у нее обещание звезда. Ой, кошмар. Артем, Артемочка, сынок. Не говори ему ничего, Маша. Ты переборщишь. А кто это Арай? Арай Чабаня? Ну. Арай, с Арайом общаешься? Да. Ванга говорила, что будет какой-то страшный день 22 февраля. Да не будет страшного дня. Поймите, все в нашей башке. Уже сколько раз говорили конец света, господи. Ты не звезда, дура. Извинись перед мамой. О-о-о-о! Вы сейчас сломали вообще всю мою жизнь. Я думала, я звезда. Представляешь? А что ты мне вам раньше не сказала, что это не так? Ну, Машенька, я думала, тоже ты звезда. Чего ты меня щадила-то? Да кто это сказал? Да не знаю. Ну вот понимаешь, Машенька, они считают, что надо им все-таки... Делаешь минет. Не вовсе делают. Глупый вопрос. Вот арей Чен. Вот арей Чен. Что ты ешь? Даже я поняла эту правду. Интересно, все люди творческие такие странные? Нет, не все. Нет. Только особо творческие и одаренные. Вот и я. Да вы относитесь ко всему с юмором, блин. Вы че какие дурные. А вот правда, Маша, смогла бы жить с человеком, просто умея, вот тебе пишут просто уважение, а не любить? Нет. Ну почему? Не смогла бы. Ну хотя с мамой-то вот живу. Не, не смогла бы. Мне нужно любить человека очень сильно. Ну разок переспать, да. А жить нет. Нет. Можно даже не это. Не разок. Стоит отдавать дочку? На скрипку тебе спросить? На скрипку не стоит. Отпиши. Поверь. Лучше на спорт. А то знаешь че? Я думаю, вот занималась бы спортом, все по-другому бы сложилось. А так нагрузка вся шла только на эмоциональный фон. Поэтому у меня очень разнятые, так сказать, правые полушары, которые отвечают за эмоции. Это очень плохо. Что для тебя любовь? Блин, ну это когда сносит башню. Нахрен. Кто-то будет живым с дочкой ради... Живым с мужем ради дочки. Представляешь, ради ребенка. Первая россиянка заболела коронавирусом. Да, я тоже видела это уже. А сколько она еще зародилась? Ты любишь сейчас кого-то? Может тайно, может безответно? Да я всегда кого-то люблю. Привет! Та еел! Да из Тагила праведали даже. Та еел! Блин! Какой у тебя любимый магнит? Да и мне вообще на них похер. На эти магниты. Вот мама повесила на холодильник. А мне вообще... Любимая еда? Рыба, тартарь. ты у меня так смотришь, как будто я провинилась по жизни с такой жалостью тебе жалко меня, да? что-то не так у меня по жизни идет, да? ты так вот с жалостью смотришь думаешь? надо намазать этим мне кости все, что-то болит может, а кто-то болит чего пишет? Миша, директор директор стебется салам привет из Питера, Питер, привет вот, шо еще сказать вам хорошего все идет по плану, завтра выйдет мой вайн с другом я надеюсь, вам понятно, что с губами ну, немножко о кухне сегодня Бузова взорвала концерт в Узбекистане чем ты зарабатываешь пришла жизнь с кортом здрасте ну вы же такого ответа, что мама что-то так мама хуела я думаю, это тебе написано нет, это сама так с Кашенькой ну ведь понимаешь а есть же люди, которые не понимают юмора и возьмут и скажут Маша не пременкова беременна, что ли, раз ушла с проекта ведущей было неплохо я думаю, что с поста ведущих как и с поста но ведущих не уходит ну правда ну кто уйдет? нет, с ведущих не уходит ну кто? уйдет сам никто с поста ведущих только убрать могут как бы так случилось, что вот видимо убрали может контракт не подписали может контракт не подписали да, да, тут никто не знает но это история умалчивает это надо Юлю спросить история умалчивает об этом поймите а может она просто отдыхает да спрашивает прибухнула да хорошо бы, но ничего не как-то похудела я фильтр, наверное, нашла новый и скачала FSTN2 для фотографий и все ой, Натали 76 мэл Машуль красотка Наталья, спасибо, любимая она беременна ну дай бог, дай бог Юля хорошая нет, нет, Марину Африкантову я сегодня не видела целый день видела в этом доме она была сегодня как лицо ну так, побаливает дочь Святик побаливает салам алейкум, алейкум ты красотка слушайте, ну кто как вел это на вкус и цвет товарищей нет Маш, ты бомба ну это все понятно у тебя Венера, конечно все, что красивое, все сделанное вот месяца три назад а то во рту что у твоего батальщика а что во рту у батальщика ааа батальщика вот тупизна батальщик у него челюсть сломана он крал автомобиль ментов ему сломали челюсть ресницы сколько стоит пять ой видишь, у Юли окажется камни в почках у Ефременковой написали вот это несчастье это вот ой, ну выздороветь ей желаю лежит в больнице у нее камни в почках когда поедете отдыхать ну это неизвестно старый умалчивает да нет, сейчас же коронавирус ну и хер с этим коронавирусом мы не заболеем ну Маша, а ты коронавирусом здрасте сколько стоит губы? 15 а вот 15 тысяч Ефременкова ушла она ведущая в церемонии проводит награды врача а сейчас она в больнице камни ну дай бог главное здоровье понимаете ведущая, не ведущая а главное здоровье все где твой папа? в данный момент я думаю, что где-то в тепле я не в обиде губы перебор Маша, ты в моем топе красивых девушек в мире наверное, я харизмой беру тебя или ты на премии видела я там похудела я перенервничала за инстаграм и ты попала в хороший момент так сказать поэтому в хорошем ощущении у тебя есть бриллианты? ну вот сидит большой бриллиант мать моя конечно аграрки не самые чистые чтобы приболела старая можно ну все все неплохо мать, а вот кто-то бы обиделся ну это хорошо, что ты я бы обиделся ну это да кто-то бы какая-то что скроменный? как скроменный? как? я думаю, ничего хорошего почему хорошо а я кто хотела сказать все хорошо ну другая версия видите два человека два все хорошо у тебя есть татарские или мордовские корни? ну вы знаете а вообще в Руси когда-то прошло татаро-монгольское игое и может быть в каждом из нас что-то и есть да все таки это когда было татаро-монгольское игое? когда? давно давно это никто не знает а за гугли нет кто мать первый раз губы больно колоть? первый раз всегда больно блять все больно первый раз ой хотя мне первый раз было не больно даже не почувствовала по-моему немного крови ну все было быстро довольно таки главное хотеть ха-ха-ха-ха это вы о чем блять? а кто тебе дал в глаз? звезды длинные да нет он у меня не такой длинный собираешься в Америку Олечка выздоравливай побыстрее ой выздоравливай мы сказали да нет а вот кто знаете что это я не в обиду сказала потому что я очень люблю все национальности и Казань обожаю и татар люблю и у меня подружки есть татарки в Самарском театре поэтому это я просто сказала мне когда молодец вот и все молодец браво браво ты просто сказала извините это такая слушай да у камня это пиздец у меня песок идет я на стенку лезу да а если у Юли камни это очень тяжело размер груди дорогие друзья да Маша вот ты в белом свитере да сидишь поэтому тебя вообще не видно переоденеться чем-нибудь ну не маленький пятерочка ну откуда это десяточка не хочу показывать без фильтра все уйдут сразу нахер что с губами она очень хорошо будет здесь повесить без фильтра пересосала отекли не мотивись больше не буду так Маша правда не ухватываться машина не надо бессовестная посмотри как прямой мир разговаривает так я тебя сейчас заблокирую дочь нахер а то что ушла ну ладно тогда выхожу ну а что то ушла не хочу нет когда ты сидишь у меня открывается чакра и разговорный жанр просыпается а когда ты уходишь она закрыта восьмая чакра называется чакра разговора 5-5 дней Маша послушай Инну надо Федя надо ужасно один мат прямой ну все просто кошмар ты видела невесту Кадони нет вот не успела прям вот оценить ну обязательно это сделано вульгарно ну конечно есть такой есть такой момент даже не скрою да это не вульгарность это просто вот когда человек делает то что хочет и все это не вульгарность совершенно не ну кто никому не нравится мой юмор как бы ну я никого не заставляю как хочет так и да я никого не заставляю вот в этом вся прелесть я же вас не насильно призываю нитями вот своими магическими зайти в эфир за сколько зубы делал за сколько зубы делал ну часть мне друг там дал сосед со старой квартиры по сколько с подложишься часть сама там заработала около миллиона что около миллиона ну зубы стоили 600 или 700 780 помню мальчик мама что-то там мама что-то не может сосчитать у нее с математикой два всегда Маша хорошая девушка но мужиков не умеешь цеплять тебя наверное очень много да ну и я с ними боятся да не боятся нормальные они всегда рядом все никакие тебя спрашивают уже все никакие 8 сортов разных все дешевые ну сейчас там да 8 разных по 100 рублей все Маша ты красивая ну да да есть такой момент конечно я живу ради ребенка без любви а что ты жалуешься ты хочешь чтобы мы что тебе так пол России живет памятник за это тебе не поставят как бы что ты что хочешь чтобы мы тебе скажем что дура или что ты молодец из себя жертву устроишь и мать героиню понимаешь ребенок чувствует когда родители живут без любви и неважно понимаешь ты вообще даже не знаешь что лучше разойтись нахрен чтобы как бы ты жила и нашла может быть человека с которым бы у тебя было моральное состояние хорошее и ребенок рос вот в этом окутанном тобой пледе либо ты живешь и у тебя внутри холод а ты делаешь видимость того и ребенок вырастает во лжи понимаешь это все тоже ужасно это все тоже ужасно Маша ты огонь мама в осетии не была оль в осетии когда она была то куда я ее в осетии когда ты станешь мамой ну вот это самый прям вы знаете долгожданный вопрос за всю историю эфиров ни разу знаете вот удивительно задавали когда я рожу и когда я выйду замуж надо этого человека сейчас отметить это самый оригинальный вопрос надо подумать надо подумать подумать так сказать Тихо, никогда нельзя терпеть ради ребенка правда глупости спрашивают господи как Бог даст так и будет да нет это не только Бог Бог нужно чтобы сперма была активная Маша как Бог даст чтобы у меня в этот момент моральное состояние было хорошее чтобы звезды там сошлись в созвездии правильно тут много факторов очень мам их не собрать это кто-то раз два и залетел а у меня все сложно не говори я слишком у меня нейронные связи слишком серьезные в голове они не дают быстро так сказать прикрепиться как относитесь к осетинам да прекрасно ко всем да вы поймите нам с мамой вообще пофиг кто по национальности это не надо говорить оно сейчас не подходит вообще ни к чему я говорю что нам плевать кто кто по национальности люди мы всех любим да все равно мне вообще все равно белые черные осетины русские мусульмане православные католики буддисты не знаю ребят я не в образе вот я сейчас сама собой являюсь да вот такая она есть мама болеет нет она в маске у нее контракт подписан с фармацевтической компанией реклам масок ну Маша я болею болею ой господи мне правда да как тут кашляться ну это ты сейчас могла не кашляться это все верят что болеешь утка лежит ой как я люблю осетинские пироги Маша может не знает я их обожаю и с мясом и с зеленью и вообще со всем обожаю осетинские пироги очень вкусные очень шикарные ты ела когда-нибудь осетинские пироги шикарные как это относишься ну ты же не ешь ты же не ешь пироги а я ем с удовольствием спасибо Наташенька спасибо что хотела бы в кино я в шоке у кого-то сосать даже пусть будет у мужа а потом целоваться ребенком господи какой-то доченька дочурочка мне жалко твоего мужа так проходит твой день по расписанию как с погодой шикарно свидание у вас квасите по-моему от 7 до 15 я поняла Марина Роме устраивала или Рома Малине я помню да ресницы наращивания конечно балкарские чехины еле нет это я не ела я не справляюсь с голодом я иду и жру когда Оля станет бабушкой слушайте Оля 4 раза уже бабушка выговорились выговорились надо мунустить путь на друг Маша меня бесит подруга с которой 12 на бесит из Баку привет из Баку устрица похожая на блин на слизь какую-то но мне нравится я прям с радостью так дорогие друзья все мне пара яхт у меня сегодня красная ковровая дорожка я вас очень всех люблю целую внимание до скорых встреч до скорых встреч